Всем привет! Я Сколовский Александр и вы находитесь на моем канале. В недавнем видео я рассказывал о том, что нашел способ как записывать с помощью OBS свои игры и либо лет летсплей, либо делать трансляции вообще без всяких тормозов. Так вот, сейчас я вам расскажу, что я делал и как я делал. Этой информации не будет нигде, а именно сама причина того, почему компьютер начинал тормозить в определенные моменты. Я расскажу именно в конце. Так вот, начнем. Сначала покажу вам свои спецификации своего компьютера, чтобы вопросов не было. Фактический размер и вот все спецификации. То есть у меня корт Intel Core i7 4770 38 гигагерц да вот системная плата MSI Z8745 Gaming можете найти посмотреть все это есть в интернете. Оперативная память 4 две планки по 4 гигабайта, да, общая память 8 гигабайт, но тут написано 1333. На самом деле вот это 1333 это неверно, это по идее сейчас она работает на этой частоте, насколько я понял, потому что память у меня 1600, да. Дальше GeForce GTX 760 2 гиговая, то есть по факту очень слабая видяха. На сегодняшний день считается, что она вроде как слабенькая, но не тут-то было. В данный момент идет сейчас запись с экранов 2к и при этом конвертация в Full HD при 18000 бит без тормозов, еще раз говорю. Ну, сейчас конечно, достаточно легко, да, с экрана писать, а вот когда вот игры идут, вот тогда тормозилово начинается капец. Ну и так далее. Дисковый накопитель у меня SSD-шник Kingston, да, на 120 гигабайт и Seagate-овский двухтерабайтный винт. Вот они у меня, этих два винта. Системный диск SSD-шник, да, 120, но тут 110, вот, и разбитый на два раздела Seagate-овский двухтерабайтник на 7200 оборотов. Так вот, открываем саму OBS-ку, заходим в настройки и я буду вам показывать, что к чему, да, вот моим все настройки на игры, слои, вся вот эта билиберда. Ну и вот, смотрим, тут ничего интересного, тут оставляем все как есть, можете просто посмотреть. Я, по-моему, здесь ничего не делал. Вещание, соответственно, твич у меня, если прямой трансляции делаю, и автоматический выбор сервака. Дальше, вывод. Потоковое вещание. Я когда делаю потоковое вещание, я ставлю разрешение уже не здесь, а вот вот здесь. То есть, тут в данный момент идет запись 1920 на 1080, да, Full HD. Я ставлю 1600 на 900, потому что твич, он принимает Full HD, но при 6000 и Full HD картинка в динамических играх периодически сыпется просто вот в такие вот квадратики артефакта, то есть, вы не видите по факту игры. Приходится, вот я ставлю 1600 на 900 и ставлю 6000 бит, да, это дальше покажу. И таким образом мы получаем картинку просто персик. Вот все, кто заходили, говорили, реально качественный стрим идет. То есть, все четенько. Так вот, о выводе. Ставим кодек NVENC, да, то есть это NVIDIA Encoder H264. Почему именно NVIDIA? Вот у меня есть знакомый, который именно на процессор пишет, и это глупо на самом деле. Процессор должен работать над своей задачей. А в видеокарте отдельно есть встроенные, скажем, под субпроцессоры, или процессоры, или вообще разделы, да, скажем так, чтобы было более понятно, который конкретно отвечает за кодирование видео. То есть, игра работает на одних частях процессора видеокарты, да, а кодирование этого же видео с экрана, да, идет конкретно отдельно, поэтому видяха не напрягается. У меня, получается, моя видеокарта при кодировании использует буквально 60% мощности видеокарты, да, это при том, что я еще и играю, при том, что у меня и в игре, в Overwatch в частности, да, присутствует в пределах 130 FPS. Это вот так вот на самом деле. У меня экранчик, вот, кстати, вы там видели, что у меня экранчик Dell UltraSharp U2713. Вот, так он профессиональный, это 2К-монитор, у него 60 Гц всего идет обновление экрана, но, тем не менее. Так вот, обязательно ставим CBR, да, ставим 6000 бит, это для потокового вещания. Дальше все оставляем, как у меня, высокая производительность, пресет ставим, профайл main, уровень звука именно 4.2, это, вот эта штука отвечает именно за звук. Ставим 4.2, потому что ваши компьютеры больше все равно не тянут, кто ставит там 5 еще, что-то какая-то фигня, это выдумка. Вот, GPU 0, B-кадры 2. Запись отдельно все то же самое, ставим, только выбираем вот-вот-вот по поводу записи, вот это вот в чем именно соль всей, я объясню потом. Кодировщик тот же самый выбираем, тут ничего не трогаем, тоже CBR, и вот смотрите, битрейт уже стоит в 18000 бит, запись игры. При том, что если вы записываете летсплей, у вас получается, YouTube пережмет все равно это в 8000. Я пишу при 18000, для того, чтобы я мог немножко там подшарпить, да, немножко там цветокоррекцию сделать, какую-то более насыщенную, да, потому что если мы берем с 8000, просто насыщенность добавляем, картинка уже в самом редакторе начинает в квадраты сыпаться. При 18000 все идет как надо, все персик. Дальше, интервал ключевых кадров 0, пресет высокая производительность, опять же, profile main 4.2, опять же, тоже все то же самое, аудио. Ставим везде 192 битрейт, тупо 192 на всех. Без этого сам, потому что YouTube все равно больше не воспроизводит. А если брать, ну, например, тот же Twitch, да, куда трансляцию ведут, тут вообще 160 максимум дает звук, то есть еще более говняный. Хотя можно, можете писать и в 320 килобит, это ваши проблемы, но я не советую. Смысл, просто больше места занимает, толку никакого. Ну, и тут вот такая вот фигня. Аудио у меня 48, стерео, помолчи, просто здесь я ничего не менял. Ребята, здесь вот как есть, так и оставляйте, если у вас точно так же. Если нет, то просто отсюда у меня берите, перепишите и все. Видео я уже говорил, да, базовое, это у меня, мое разрешение экрана, выходное масштабирование 1920 на 1080, это я сейчас пишу. Для трансляций именно на Twitch переставляю на 1600 на 900. Вот, при записи летсплеев тоже оставляю 1920 на 1080 при 18 тысячах бит, я уже говорил. Притом здесь в данный момент я пишу 25 кадров в секунду, потому что это конкретно для YouTube именно инструкция, поэтому 25 кадров, но запись игр идет в 60 кадров. И трансляция тоже в 60 кадров в секунду без каких-либо... Вы можете выставить как целое значение, так и там можно выбирать дробные, какие угодно. Я ставлю целое значение 60 и все, и не парю себе мозги. Горячие клавиши ничего не менял, вот эту всю фигню тоже ничего не менял. Тут все как было, так и оставил. Вот 5 секунд, там, ну это такое. Это уже вы под себя здесь настраиваете, можете у меня посмотреть, просто переписать, кому интересно. А, нет, вот это продолжительность секунд, вот именно задержка потока, оставил 5 секунд. Не помню, сколько там изначально было. Я себе именно отдельно методом научного тыка пробил, что 5 секунд достаточно для того, чтобы я мог зайти, проверить сразу, как трансляция выглядит, нормально ли или нет. Так вот, в чем именно сама соль? Лаги были просто капец, вот обратите внимание. То есть, идут просто тупые тормоза, да, лаги именно слайдшофф, именно в момент загрузки. А в чем суть? У большинства людей именно один винчестер, да. Ну, если SSD-шник этого всего не будет, один, да. Но обычно SSD-шник и винчестер. И обычно игрушки ставят на винчестер, на HDD, да. И при загрузке игры, когда она загружается, даже при 7200 оборотах, да, вот у меня секретовский крутой, у него там, блин, я не помню, сколько, почти 200 мегабайт в секунду идет скорость, да. И тем не менее, ему не хватает, потому что скорость работы и плюсы и записи, и всего остального. Это все напрягает, ему не хватает вот этой скорости. И получается, что в момент именно, когда ты уже играешь, уже тормоза пропадают. То есть, все нормально, уже все началось, все протормозилось, все прогрузилось, слайдшоу пропадает. Вот, а так как игра на себя берет основную мощь и видеокарты, и процессоры, и всего остального, то и винчестер основную свою мощь, свою скорость отдает именно на загрузку игры. Но при этом OBS начинает тормозить. Он так сделан, да, так как мы поставили пресет «высокая производительность», то всегда ставьте «высокая производительность», не ставьте вот это вот «высокое качество», вы все равно разницы не увидите никогда в жизни вообще, ни единой разницы. Кстати, этой информации вообще нигде нету, вам никто об этом не скажет. Так вот, для того, чтобы без лагов писать, без тормозов, без вот этой вот всей ерунды, при битрейте 18 тысяч, я могу и 20 тысяч поставить, и он тоже не будет тормозить. В чем прикол? Я вот первое время, когда записывал все свои ролики, именно игры летсплеи, да, я писал с винта туда же обратно на винт. То есть я считывал и тут же записывал на него, при том, что считывающая головка, которая двигается туда-сюда, она просто не успевала, да. Вот. На камере начал светиться этот самый время записи, меня немножко отвлекло. Так вот, для того, чтобы вот это тормозило... А, я писал еще и при 8 тысячах, да, и такие глюки были, такие тормоза, ребят, это просто был ужас на самом деле. И я методом научно-техника думаю, ну вот попробую, вот что делать. Попробую записать на SSD-шник. При 8 тысячах ни единого лага 12 тысяч ставлю, ни единого лага 16 ставлю. Нет тормозов. Ставлю 18 тысяч, потому что больше в принципе не нужно. Хотя некоторые говорят, что лучше при 20 тысячах, тогда получается, что YouTube воспринимает, если вы пишете конкретно летсплей, да, YouTube воспринимает это как high-quality видео, да, и изначально закидывает у вас там какая-то своя такая система раскрутки каналов, что именно вот это high-quality тоже участвует в том, чтобы вас как-то продвинуть, чтобы вас больше людей посмотрело. Так вот. Ставлю 18 тысяч без тормозов, 20 даже не стал пробовать, потому что я при рендере, когда уже все обработаю, все там добавлю все эти там эффекты, сделаю небольшую ретушь, да, сделаю резкость на виду, да, шарпану немножко, тогда вывожу уже конкретно из редакторов 20 тысяч, вот, а так оставляю вот таким вот образом. Вот и все, ребята, вот и все. Никаких тормозов, никаких глюков, все супер, все четенько, и не знаю, вот вообще, вот почему, ну, представьте ситуацию, я пересмотрел сотни роликов, где рассказывали там про ОБС, как его настраивать, чтобы не тормозило и так далее, и в итоге оно, все, что я делал, все то, что там говорили, тормозит. Вот, ни одна зараза не сказала, что нужно просто писать, если у вас либо два винчестера, либо, а, кстати, винчестеры, которые разбиты на две части, да, там, допустим, диск C и D, или там бывает на три части, и вы пишете там с диска D на диск E, это, ребята, это один и тот же винт, вы еще больше затормаживаете систему, еще больше это все будет лагать, тормозить и ключить. То есть, если у вас есть два винта, то пишите на два разных винта. Даже можете для этих целей просто купить себе бэушники какой-то небольшой, даже ноутбучник, ему для записи много не надо, то есть, там в основном в считывании есть проблема. Просто ставите его как флешку здоровенную, и просто с того диска, с того винчестера, на котором вы играете, пишите на другой диск, да, вот, так как у меня получилось SSD-шник, это мой системный диск, и у меня на нем свободно более 40 гигабайт, я просто пишу на него, потому что один ролик, там, двухчасовой летсплей занимает в пределах, там, 6-7 гигов, всего лишь, как оказалось. Вот, и, то есть, 40 гиг мне вот так вот хватает для записи. Вот и все, вот и вся проблема, ребята. И тот, кто будет мне доказывать, что... А, кстати, при этом у меня же Overwatch работает при 2К-разрешении, да, то есть, я еще пережимаю Full HD, это все дело. И, что самое забавное, я уже говорил, да, 130 FPS выдает на 760 видеокарте. Тот, кто вам скажет, что у вас слабый компьютер, или еще что-то выдумает, тот либо просто папкин сынок, петушок, да, которого бабла немерено, и он себе тратит непонятно куда, либо просто выпендривается, либо просто не знает, опять же, что нужно делать. На самом деле, современные компьютеры все, еще, если взять компьютеры 4-летней давности, они ничуть, ну, как бы не скакнули в производительности, просто нужно знать, что настраивать. И есть моменты, где, вот, например, старые процессоры, там, 5-летней давности, они не поддерживают какой-то кодек нативно, да, вот тут уже, как бы, есть смысл задуматься. Но если все то, что вы делаете, работает идеально на ваших машинах, то есть, вам хватает просто поставить ССДшник, чтобы все летало, зачем тогда покупать круче, если лучше эти деньги потратить куда-то в другую сторону? Ну, логично, да? Ну, вот, а на этом все, инструкция перед вами, я сказал, что нужно сделать. Подписывайтесь на канал обязательно, подписывайтесь на все, что есть в описании к этому видео. На мой второй игровой канал можете зайти, вот третий ролик, кстати, у меня записан как раз-таки в 18000 бит, без тормозов уже, обратите внимание. Заходите, смотрите, там все круто, подписывайтесь, опять же, на мой твич-канал, или просто переходите периодически, я практически не периодически, а практически через день. Есть моменты, когда я каждый день, точнее, каждую ночь веду трансляции, прямо играем в Overwatch, общаемся. И вот я уже говорил, кстати, по поводу тех людей, которые будут заходить ко мне на стримы, задавать там вопросы именно по, какую технику купить лучше, что выбрать. Если вы заходите на стрим, это я объясняю и рассказываю бесплатно, что выбрать. Если же вы отдельно мне пишете или спрашиваете, что мне лучше купить, это за отдельную плату, поэтому пишите мне в личку, спрашивайте. И если я буду консультировать вас, допустим, по скайпу или еще каким-то образом, там уже свяжемся как-нибудь, да? То есть, если я для вас это все делаю, это уже как бы за деньги. Если же заходите ко мне на стрим, смотрите, спрашиваете, то я это расскажу бесплатно. Вот таким вот образом завлекаем аудиторию. Ну и кроме того, на стримах, по идее, будем скоро проводить какие-то, может быть, даже розыгрыши. И на канале здесь тоже, так что подписывайтесь. Я сейчас работаю над тем, чтобы канал развивался по чуть-чуть. Надеюсь, что все будет довольно круто. Вот. А на этом все. Подписывайтесь. А, не забудьте нажимать на колокольчик, потому что YouTube дуркует в последнее время. Так что лучше нажать на колокольчик, чтобы вам в принудительном порядке приходили уведомления о том, что я добавил в видео. Вот. Ну все, счастливенько, пока, удачи! Субтитры сделал DimaTorzok